Сегодня в суде Центрального района прошло заседание по делу так называемого инвалида. В суд Дмитрий Лопатин приехал самостоятельно, не на инвалидной коляске, так как выяснилось, что инвалидом-то он и не является. Напомним, в 2020 году, в июле 2020 года, на Старом базаре произошла смертельная драка. Михаил Старцев, который уже получил 6 лет колонии за свой роковой удар, в ту ночь приехал на Старый базар на такси, и в тот момент Дмитрий Лопатин подошел к его компании, явно провоцируя конфликт. По сути, Лопатин и стал зачинщиком всей этой трагедии. Именно он нанес первые удары Михаилу Старцеву и его компании. Как говорят очевидцы, в тот вечер Лопатин был крайне навязчив. На помощь Лопатину пришла семья Рохловых. После того, как Павел Рохлов нанес удар подруге Михаила Старцева, Михаил нанес ответный удар, от которого Рохлов скончался на месте. По словам Старцева, он действовал в пределах обороны. Повторюсь, ранее Михаила Старцева уже приговорили к 6 годам колонии, но теперь уже сам Михаил подал иск против псевдоинвалида. Ведь, по его словам, Дмитрий Лопатин нанес ему несколько ударов деревянной палкой по лицу. Кстати, по словам очевидцев, эта деревянная палка была больше похожа на самодельную биту. А сейчас Дмитрия Лопатина обвиняют по 112 статье. Это умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Стоит развеять несколько мифов в этой истории. Помимо того, что с чьей-то подачи в СМИ пустили слух, что Лопатин инвалид с тростью, также Михаила Старцева позиционировали как профессионального боксера. Позже выяснилось, что он занимался боксом еще в школе порядка 20 лет назад. Спортивного разряда не имеет, в соревнованиях не участвовал. И суд это принял во внимание. Также экспертиза показала, что Старцев и его спутницы были трезвыми. В итоге испорчена жизнь сразу двух семей. В одной потеряли отца и мужа, другая семья подверглась нападкам со стороны общества. В том числе и пострадали дети. Мы были подвержены травле со стороны соцсетей, со стороны общества. К нам домой приходили неизвестные люди, выламывали двери, искали. Я вместе с детьми была вынуждена даже покинуть город, чтобы как-то сохранить психику и защитить своих детей. Сам Дмитрий Лопатин, который уже, как мы поняли, не является инвалидом, своей вины не признает. А это значит, что судебный процесс затянется на несколько месяцев. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.